Братья и сестры, приветствую вас всех именем Господа Иисуса Христа. Меня звать Сергей Боринский, приехал в Молдавию, там в Молдавии несу пастырское служение в церкви города Каменко. Это маленькая церковь и поселок маленький, а рожден в Новой Сензерее и там вырос 35 лет в Новосензерейской церкви. Может быть кто-то и слышал о Новосензерейской церкви. Сегодня братья предложили проводить общение для семейных. Как у нас в Молдавии, так и у вас в Германии на сегодняшний день все острее стоит вопрос воспитания детей. У вас уже запрещают их наказывать, у нас начинают запрещать наказывать. А для нас, христиан, если наши дети не будут в церкви, зачем такая жизнь нужна? Это великая печаль, скорбь, когда столько много вложено и когда вырастают, кто-то не желает идти путем Господним. Это одна из самых серьезных задач для нас, христиан. Как воспитать детей, чтобы они полюбили Господа. Мне приходится много встречаться с такими семьями, так как участвую в работе по очищению, и у нас в Молдавии иногда приходится беседовать с детьми верующих родителей, а они не желают идти путем родителей, не хотят в церковь идти служить Богу. Мне пришлось исследовать, почему так. Мама, папа верующие читали с детства Писание, на собраниях водили, в собраниях, в церквах воспитание детское. Так в чем же проблема? Почему некоторые дети, придя в возраст, уходят в мир? Я встречал мнение, когда говорят, у нас церковь плохая, у нас воспитатели плохие, поэтому наши дети ушли в мир. Я не могу сказать, сразу оценить, так или не так. И там, где я вырос в одной церкви, церковь была хорошая. Там, где сейчас живу, церковь тоже хорошая. Но в других местах, я не знаю, как обстоятельства. Может быть, отчасти и правы родители, но я хочу рассмотреть сегодня другую сторону. Скажем, может быть, и недостача попечения, где церковь большая, служителю не хватает времени, приходить в семью, позаниматься непосредственно с семьями, и с детьми побеседовать. Может быть, времени не хватает. И это может быть одна из причин. Но это не столь важные, братья и сестры. Я нашел в практике служения другие причины, более острые. Более острые, когда дети, придя в возраст, и кто-то говорит, не хочу быть таким верующим, как мой папа. Или не хочу быть такая верующая, как моя мама. Очень редко дети говорят, церковь плохая. Очень редко. И очень редко, когда говорят, что воспитатель плохой детской группы, и из-за него я ушел в мир. Чаще всего претензии папе или маме. И я как раз хочу сегодня в этом направлении посмотреть вместе пару примеров из Библии, чтобы, скажем, ну, здесь вижу, есть сестры молодые, которым предстоит где-то рождение. Это непосредственно будет материал для того, чтобы задуматься об этом. Есть сестры уже в возрасте, у кого дети взрослые. Может быть, вашим детям передадите, а может быть, вашим внукам передадите мое переживание. Есть слова, которые буду читать, так как сегодня все более ответственно на этот вопрос. Если вовремя не успеть, потом можно опоздать. Скажем, у нас в Молдавии еще можно взять ремень или разгу и наказать, а у вас уже весьма сложно это сделать. Поэтому в вопросе воспитания детей я бы сделал такое сравнение с земледелием. Здесь не знаю, вы связаны с земледелием или нет, но думаю, что когда жили в Советском Союзе, кто-то может быть и связан был. Итак, поделить земледелие на три основных периода. Выбор семян. Первый период. Второй период. Приготовление почвы. И третий период. Уход за растением. И все эти три периода имеют большое значение в земледелии. Если одно что-то упустить, есть опасность, урожай потерять. Итак, мы в основном, христиане, задаем вопрос, как воспитывать детей. И это уместно. Но я бы сказал, что это уже третий период. Это третий период. Первый период. Выбор семян. Это мужчины наши, отцы, мужья. Это производство семян. Выбор семян. Что в себе несет папа или муж, какое духовное состояние, и вот производятся семена. Второй период. Беременность матери. Вот этот период, от зачатия до рождения, это весьма важный в вопросе воспитания. И третий период. Появился ребенок в жизнь. Теперь уже третий период воспитания. Чаще всего я встречал христиане, разговаривают вокруг третьего периода. Во сколько начинать его наказывать, чему учить в год, чему учить в пять лет. И это уместно, это хорошо. Но иногда заметил, что родители наученные. Мама, папа, верующие, наученные. Теории знают. Места из Библии знают. Воспитывали хорошо. Каждый день читали. Каждый день молились вместе. Воспитание в церкви, детские группы, занятия, артестры, все хорошо. А потом смотришь, вырос, ушел. Почему? Возможно, не усмотрели что-то раньше. Ну, по поводу воспитания. Я вот здесь первый раз, я был в 91-м году в Германии, но всего лишь несколько дней и быстро уехал. Я не успел заметить такую большую разницу. Но сейчас уже я полтора месяца, чуть больше в Германии, посетил много церквей, заметил, что в основном дети непослушные. В Германии в основном дети непослушные. Я встретил одну церковь, где дети сидят на собрании. Так, и сидят спокойно, руки на коленочке и слушают. Я просто удивился. Если бы не был буквально сейчас недавно там, мне бы создалось такое впечатление, что невозможно детей воспитать. Но побыл там, и я обрадовался, думаю, значит, возможно. Хотя наказывать запрещено, условия весьма тяжелые, но, думаю, раз там сидят спокойно, у них стоит поучиться. В вопросе наказания иной раз спрашивают друг друга, христиане, во сколько лет начинать наказывать? Трудно говорить. Кто-то говорит, что в пять лет, кто-то говорит, что в год, кто-то говорит, в полгода. Это поставить конкретный, определенный срок, наверное, невозможно. Но в Библии написано так. Притча 13 глава, 24 стих. Кто жалеет разги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Это уже по поводу, скажем, третьего периода воспитания, когда наши дети вокруг нас с детства наказывает тот, кто любит своего сына. Мне пришлось недавно посетить семью и вижу пять малышей вокруг и сестра, но мать с ними так трудно, такие непослушные. Получается, как будто они родители, дети, а мать в ихнем подчинении. Она их посадила за стол, бросают продуктами, везде лазят руками. Она им говорит, а они как, будто и не слышат. Думаю, как же так? Потом кое-как она их покормила, попыталась вечером собрать их на молитву. Не приходят, уходят, балуются, ковыкаются. Кое-как уже заставила их, ругала их. Встать на колени. А они балуются во время молитвы, толкают друг друга, разговаривают. Думаю, боже мой, как же? Они же вот такие. А если еще вот такие растут? Как эта бедная наша сестра выдержит это все? Я ей потом говорю, сестра, ты, как ты можешь столько черпеть? Она говорит, я их очень сильно люблю. Я говорю, а вот что написано в Библии, кто любит сына, тот наказывает его с детства. Ты как? Эй, брат Сережа, я не могу, у меня не поднимается рука. Взять разгул, у меня не поднимается, потому что я, это же мои дети, я их очень сильно люблю. И мне пришлось немножко с ней побеседовать, объяснить, что у тебя неправильное понятие на жизнь. Да, она выросла одна в семье, у родителей, потом уверовала, родители с высшим образованием, и так, ей все было позволительно в семье, а говорю, теперь тебе нужно пересмотреть, потому что если ты с детства не научишь их, что можно, что нельзя, тогда уже, когда еще подрастут, все, поздно будет. Но ты не сможешь вернуть обратно ничего. Написано так, кто любит, тот наказывает с детства. У нас в церкви, мы проводили разбор слова по этому поводу, пришли к выводу, что в полгода ребенок уже понимает. Он начинает что-то требовать, если ему не дашь, он капризничает, он не может говорить, но он плачет, он требует свое. Все, дашь то, что он хочет. Все, замолчал. Значит, он уже понимает, он еще только не может говорить. Значит, в полгода можно научить его сидеть спокойно на молитву, дома сперва, проводить часы молитвы. Короткие собрания, 15-20 минут, дома, научить, чтобы на руках он, папа или мама, сидел спокойно. Там и разгар, и мешок, и все средства воспитания. А потом начинает ходить, научить возле себя, чтобы он стоял на коленочке, сложил руки и закрыл глаза. Это можно, это допустимо. Когда я начал говорить об этом, а у нас в церкви, только я один потомственный христианин, ну, вырос в христианской семье, остальные все из мира пришли. Ой, брат Серьезно, почему так строго? Я говорю, да я не в качестве повеления, я вам в качестве как предложения. Вы, если хотите, чтобы ваши дети вырастут, были христианами, вы же меня спрашиваете, а у твоих родителей 11? А как это, что все члены церкви? А как это, что 7 служителей из церкви? Да я же объясняю, что мы были, когда я помню себя, еще ходить не мог, а уже нас ставили в рамки. Что можно, что нельзя. А как только начали ходить, все на колени вокруг матери, и руки сложили, и глаза закрыть, пока последний брат не скажет амин. Все. Если вдруг что-то не так, она дома, мать принимала меры. Я вот говорю вам, как надо, а вы выбирайте, кто хочет, примите это, кто не хочет, ну поступайте, как вы хотите, только не будет претензий на меня. Потом, когда дети вырастут. И слава Богу, наши братья и сестры вас приняли, и у нас в церкви, дети сидят, вот как малыш сидит на руки. Все спокойно, хорошо, а когда уже начинают ходить, справа или слева, от отца и матери, рядышком, а потом двое, трое, еще прибавляются, и возле отца и матери, а потом еще прибавляются, еще сидят, и все, их научили в собрании сидеть спокойно и слушать. еще помню из жизни моих родителей, как нас воспитывали. Всегда после собрания мать находила время задавать вопросы детям. Находила время для детей. И я очень благодарю Бога, что это было так. Когда был маленький, вырастал, мне казалось, что это лишнее. Ну, какой смысл? Все равно, это меня не интересует, я иду на собрание, я стараюсь это запомнить, только для того, чтобы ответить маме, мол, отвяжись от меня, и мне больше ничего не интересует. Так я думал себе. Но мама оценивала по-другому. Сажала нас всех за столом и вопросы задавала. Первый брат, о чем проповедовал? Что вы запомнили? Запомнили? Какую мысль? Какой урок? Второй брат? Где читал? О чем читал? Третий брат? Вот так она нам задавала всем вопросы. Ну, я лично старался послушать, запомнить, только для того, чтобы ответить, и меня больше ничего не интересовало. Но прошло время, прошли года, прошло уже более 40 лет, и теперь то, что я запоминал таким маленьким, оно у меня осталось отпечатанным. Я помню тот дом молитвы, которого давно уже нет, все руины там. Помню те маленькие комнаты, так, потолок низенький, тех проповедников, как они говорили, все помню, потому что оно в детстве отпечаталось, говорят, медицина в подсознании. Ну, так запомнилось, что его невозможно сейчас выбить. Когда служил в армии, это 79-80-е года, тогда сильно атеизм воевал против церкви, били сильно, выбивали, пророчествовали они, что мы выбьем эту дурь, но выбивать невозможно. Потом, через несколько месяцев, один работник КГБ в кругу стояли многие, вопросы задавали, ну, такое ощущение, как будто ягненок среди собак, кусали со всех сторон, а потом один говорит, оставьте его, невозможно. Видимо, он учился ползать по собранию. Значит, когда был маленький, мать брала в собрание, еще ходить не мог, но ползать, уже в собрание был, в церкви был. И так у него врезалось, что сейчас били, сильно били, очень сильно били, но выбивать невозможно. Потом морально давили, потом в Афганистан отправляли, там война была, потом нож поставляли, поднимали так ножом, что только не делали, но уже увидели, что это совсем все, неисправимый. Ну, они считали, что затурканный совсем, ну, невозможно с ним что-то иметь. Видимо, он научился ползать по собранию. Да, братья и сестры, если с такого маленького возраста воспитать, это очень хорошо, очень хорошо. Я не знаю, как у вас, думаете вы по поводу воспитания, по поводу наказания, но ввиду того, что времени мало, в основном буду говорить, и было бы больше времени, я бы задавал вопросы, чтобы мы вместе говорили. скажу вам из опыта, хорошего опыта, который я видел, как вырастают дети, как они становятся христианами, возрождаются, они становятся потом служителями, хотя скажу, что не иной раз, как у меня, так у других детей нету этого в плане. Я учился хорошо, я мечтал стать большим человеком, у меня все хорошо удавалось, все учителя говорили, что у тебя такой ум, ты должен стать инженером, ты должен стать учителем, еще кем-то. Но хочу сказать, что мать влаживала другое. Говорит медицина, что в генах что-то вложено, в генах, это воспитание в период беременности, еще до рождения, в генах что-то залаживается, мы затронем и этот вопрос. Медицина говорит, что если там в генах заложено все, учи его, воспитывай, не знаю как, в генах заложено все, это калека. Ну, для коммунизма, для атеизма калека, он не подлежит для того учения, значит, у него по жилам, где-то внутри, в генах вложено христианство, и это выбивать невозможно никак. Итак, братья и сестры, учитывая сложность времени, в котором мы живем, я бы вам предложил, если кто сильно любит своих детей и жалеет их наказывать, пересмотреть, это неверный подход, это неверный подход. Если вы до трех лет не научите ребенка, что можно, что нельзя, вы уже опоздали. Все. Этот ребенок своевольный, гордый, напыщенный, непокорный, вы опоздали. Научить ребенка нужно до трех лет, в полгода, когда уже что-то начинает понимать, и серьезный процесс воспитания. И тогда, когда уже будут взросленькие, пойдут в школу, не надо будет ремнем или разгой, потому что они научены, у них вложено внутри, что можно и что нельзя. Их в школе будут звать на эти уроки негодные, нечестивые, будут звать еще на какие-то занятия, они сами скажут, а я не хочу. Почему не хочет? У него внутри заложено. А тот, который не воспитан в детстве уже в 7 лет, в 8 лет, а ему этого хочется. А мама и папа скажут, не ходи туда, он пойдет и скажет, меня не разрешают, меня наказали за то, что я хочу в театр или я хочу на тот урок или на тот урок. И тогда государственные структуры пытаются, я уже слышал, что у кого-то детей забирают, кого-то штрафуют здесь в Германии, у нас этот закон только сейчас пролаживают. Ну, может быть, скоро и там будет, потому что антихрист везде свою лапу Итак, братья и сестры, на что хотел обратить внимание воспитание детей в самом раннем возрасте. В самом раннем возрасте это и дает самый сильный результат. В другую сторону, еще раньше, прежде рождения, это имеет большое значение, друзья. Помню, я у родителей моих рожден в середине. Есть старше, есть меньше, я в середине. И когда моя мама была беременна еще с остальными, иной раз слышал, как другие соседи говорили, иногда даже верующие, которые посещали собрание, говорили, Зина, мою мать Зина звали. Подумай, что с тобой. Это было 50-е годы, 60-е годы, жизнь была очень тяжелая, трудная, и говорили, советовались, ты что не можешь, противозащаточные, аборт или что-нибудь, зачем тебе эта беднота, что ты с ними будешь делать. Ну и вот один раз я слышу, как мама говорит, а если Бог хочет, чтобы еще один служитель родился через меня, что мне, отнести его на мусор? А та другая сестра говорит, и что ты думаешь, только твои будут служителями? У нас же тоже есть дети. Она говорит, да я вовсе не против, и вы тоже будете носить и рождать с таким намерением, что вы несете человека Божьего, ну, под сердцем. От матери я узнал, что она носила детей в период беременности, и носила с определенным посвящением. Этот будет благовестник, этот будет пресс-фитер, этот будет регент, этот будет проповедник. И вот так она носила, и иной раз с нее смеялись и считали, что, ну, что-то нездоровое в мышлении. Но, если она меня посвятила еще от утробы Богу, скажу вам, мне уже было 10, 12, 14 лет, мне мечты такие учителя вложили, что я должен быть большим человеком. И у меня открывалась такая широкая дорога способностей, но а внутри в генах мать вложила другое. И то, что вложено, дошел до перекрестка, когда Бог все повернул в другую сторону, покаялся, ну, хорошо, покаялся, покаялся, есть многие, что покаялись, но так и продолжает учебу. Нет, повернулся совсем в другую сторону, меня уже не влечет эта слава, это величие, нет, меня влечет служение в церкви. Почему? А чем я лучше других? А ничем? Откуда это взялось? Эта мама вложила в период беременности. Она носила и благословляла, молилась, благословляла на служение Богу. Итак, я хочу прочитать несколько стихов и в первой книге царств. Первая книга царств, первая глава, одиннадцатый стих. И дала обет, говоря, Господи, совов, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне и не забудешь рабы твоей и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его и бритва не коснется головы его. Вот это было желание Анны. Она молила Господа, и если будет беременность, если Бог даст ребенка мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его и бритва не коснется головы его. Ребенка еще нету, но она просит беременность и она с намерением посвятить его Богу. И вскоре, вы помните историю, она забеременела и вот с этим намерением, с этим желанием она ходила в период беременности и история очень интересная Самуила. Я хочу посмотреть вместе с вами в каких условиях жила эта женщина, в каких условиях дальше вырос этот мальчик и все эти отрицательные условия не смогли нарушить то, что вложено в генах, вложено в утробе матери для этого ребенка, то есть посвящение Богу. Иногда на сегодняшний день встречается жена верующая, муж не верующая или наоборот муж верующая и жена не верующая и спрашивают, да, это теория хорошая, но а как быть мне, у меня муж не верующий, у меня жена не верующая, как мне быть? Да, намного сложнее, друзья, но есть надежда, есть надежда. Как было у Анны первая глава, шестой стих. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. И четырнадцатый стих. И сказал Эилий, да коли ты будешь пьяную, вытрезвись от вина твоего. Вот в таких условиях жила Анна. Ее соперница, вторая жена мужа сильно огорчала ее и побуждала ее к ропоту. Кажется, в таких условиях жить надо психнуть, махнуть рукой, куда деваться и уйти в мир. Нет, Анна так не делает. И не только дома, а посмотрите, она пришла в дом Божий, в церковь, там, где самое святое, она плачет перед Богом, и как этот священник, служитель к ней относится. Что он говорит в четырнадцатом стихе? И сказал ей Эилий, доколе ты будешь пьяную, вытрезвись от вина твоего. Братья и сестры, если бы на сегодняшний день кто-то из нас услышал бы такое в церкви, думая, что это очень обидно, это очень горько, это очень может оттолкнуть. Она этого не сделала. Та побуждала дома кропоту, сильно огорчала, она плакала и не роптала. Здесь священник ее огорчает, считает пьяной, считает, что негодная женщина, но нет, она не ропчет, она не уходит, она поступает совсем по-другому. В седьмом стихе написано так. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, а эта плакала и не ела. Не спорила, не говорила, сколько ты будешь меня обижать, как тебе не стыдно, или еще что-то другое. Нет, она плакала и постилась, не кушали мясо, радовались, праздник, дом Господень, а она плачет и постится. И в шестнадцатом стихе не считай рабы твоей негодную женщину, женщину, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе. Вот так она скромно, смиренно говорит, не считай рабы твоей негодную женщину, у меня великая печаль, у меня скорбь души, и я говорю с Господом. И когда Илий услышал, конечно, совесть с ним заговорила, я ее так обидел, я посчитал негодную, пьяную женщину, и вот она так смиренно, кротко отвечает, тогда что говорит Илий? И отвечал Илий и сказал, иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у меня. Вот так отвечает ей Илий. Итак, домашние условия, плохие, отрицательные, у Анны, в церкви пришла, условия отрицательные, плохие, значит, кажется, в таких условиях должен родиться какой-то духовный урод, калека, ничего подобного. Мать не обижается, мать не ропчет, мать не отвечает на эти обиды таким же мирилом, нет, она смиренно ходит пред Богом, плачет и постится. И что дальше? А дальше в 24-м стихе написано так, когда же вскормила его, пошла с ним селом, взяв три тельца и одну ефу муки, имех вина, и пришла в дом Господа в селом, от рук же было еще дитя. Вот было еще дитя. Я затрудняюсь говорить, сколько было лет, но это было мало дитя, маленький. Значит, она не имела время много его воспитывать, отлучила от груди и принесла в дом Господень, но за этот период она успела многое сделать. Во-первых, в период беременности она успела его посвятить Богу, она с верой и упованием на Господа носила под сердцем. Потом, когда родила, она кормила с таким же посвящением. Давид говорит, у грудей матери моей ты вложил во мне упование. У грудей матери ты вложил во мне упование. Значит, когда мать кормила, передавала ему свою веру, свое упование, посвящение, передавала этому мальчику. Я помню, когда у моих родителей мать кормила ребенка, она всегда нас было много. Я седьмой по счету и один за другим так. И когда она кормила, она говорила, чтобы все тихо сидели. Тогда не было много комнат, у нас была одна комната длинная, и вот это и все. Весь дом, коридорчик и одна комната. Но она нас спокойно, мама будет кормить ребенка. Все должны молчать. Мама иногда пела песни, когда кормила грудью. А иногда она тоже молчала и закрывала глаза. Ее уже нет. Когда меня заинтересовал этот вопрос, матерь уже нет в живых. Что она делала? Я теперь думаю, что она молилась. Я слышал о том, что она носила под сердцем, посвящала нас Господу. Я слышал, как она молилась вместе с нами вечером, утром, иногда днем. Посвящала нас Господу. Но когда кормила, она говорила, чтобы все тихо сидели. Она пела песни. Сейчас я только узнал медицина. Медицина доказала, что когда человек кушает, если он слушает музыку или он слушает какое-то учение, это входит в подсознание. Так глубоко уходит, что оттуда уже никак не вытащишь. Так глубоко уходит, в человека входит. Так вот, не имела мама образования, не имела она каких-то познаний, но, видимо, богобоязненность так ее научила. Пела песни и молилась, когда кормила. А Давид уже пишет в псалме, у грудей матери моей ты вложил во мне упование. Значит, кормление имеет большое значение. Итак, она вскормила, отлучила от груди, еще вот как еще дитя принесла в дом Божий. И дальше, как этот мальчик растет, в каких условиях? Вторая глава, тоже первая книга царств. Двенадцатого стиха. Сыновья же Илии были люди негодные, они не знали Господа и долга священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву от рук священнический во время варения мяса, приходил с вилкой в руке своей и отпускал ее в котел или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок. И что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в селом. Даже прежде, нежели сожигали туг, приходил от рук священнический и говорил приносящему жертву, дай мясо на жаркое священнику. Он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое. И если кто говорил ему, пусть сожгут прежде туг, как должно, и потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя, то он говорил, нет, теперь же дай, а если нет, то филу я возьму. И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Вот характеристика детей Илья. Вместе с такими мальчиками вырастает Самуил. Но это еще не все. Если читать дальше, вот я прочитаю только 22 стих. Вы дома можете прочитать всю главу. Илья же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в стене собраний. Это уже дальше просто нет слов говорить. В каких отрицательных условиях приходится вырастать этому мальчику? Люди негодные. Это дети пресвитера, можно сказать, дети служителя. Люди негодные. Творят такое беззаконие там в храме. А у двери храма ловят этих женщин, которые приходят приносить жертвоприношения. И спят с ними. Это блудники, прелебодеи. Это садом у дверей, дома молитвы. И вот в таких условиях отрицательных растет Самуил. Кажется, если эти старшенькие так делают, то этот, который за ними растет, кому будет подражать? Этим. Как правило, если старший в семье пошел грязными путями, смотришь, остальные за ним пошли. Но почему-то этот мальчик по-другому выбрал путь. Где секрет? Почему у всех вот так, а у этого по-другому? Там в утробе матери заложено посвящение Богу. И когда мать вскормила от грудей матери вложено, Бог вложил упование, посвящение Богу. И теперь, когда уже он без родителей, некому его воспитывать, некому его научить. Вокруг только эти люди негодные, злые, прелебодеи. И он это видит. Я думаю, что иной раз ему говорили, ты что, белая ворона? Ты что, монах или что? Пошли вместе с нами. Ты знаешь, какое наслаждение. Ты знаешь, какое это развлечение. Пошли, хоть попробуй. А он, нет, я туда не пойду. Нет, я туда не пойду. И написано так в 18 стихе. «Отрук же Самуил служил пред Господом, надевая льняный и фон». В 3 главе 1 стих. «Отрук Самуил служил Господу при Ильи. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечастые». Значит, что он делал? Служил Господу при Ильи. Условия были весьма отрицательные, а он служил Господу. Так вот, где секрет. В генах заложено, в его жилах заложено посвящение Богу. Он не может по-другому. Оно изнутри исходит. Любовь к Богу, привязанность к Богу и отвращение к этому мирскому, к этому греховному. Вот это воспитание ребенка в утробе матери. Вот это воспитание у грудей матери, когда он вместе с материнским молоком впитывал веру, любовь, упование. Это воспитание не выбьет у него никто. Никакие отрицательные условия не повредят. Это значит, свет сияет во тьме, и тьма не объяла его. Невозможно тьме победить свет. Братья и сестры, сейчас мы живем в период, когда весьма сложно, весьма сложно. Этот мир такой богат искушений. Обстоятельства весьма отрицательные. Скажем, здесь у вас на Западе еще труднее. Среди всех этих условий, чтобы наши дети были верующими, значит, воспитывать, когда уже ребенок на руках, возможно, опоздали. Если в полгода или в год начинать воспитание, возможно, не хватит. Если в прошлом хватало этого воспитания, сейчас не хватит. Сейчас нужно спешить еще раньше. Значит, период беременности. Как я делал сравнение на земледелии. Кто понимает, кто когда-то работал с землей, это вспахать, это разрыхлить, это навоз туда внести, чтобы пышная земля была, чтобы она не забивалась. Это великое значение имеет. Значит, духовное состояние матери. Духовное состояние. Что вы в себе несете? Если здесь есть мир, радость, любовь, долготерпение, смирение, скромность, святость, это плод Духа Святого. Это значит земля, подготовленная к тому, чтобы там бросить семечка, и будет хорошая рассада, будет хорошее развитие. А если там обида, недовольствие, ропот, плотские похоти и многое другое, скажите, пожалуйста, в такой земле, что будет развиваться? Один к одному. Ваше духовное состояние передается детям один к одному. А потом ребенок на руках, а потом он возле нас и начинаем. Я из тебя выбью всю свою дурь, сказал один. Потом остановился. Как так? Себя послушал. Всю свою дурь. Да-да-да, ты правду говоришь? То, что ты влаживал, когда семечко бросил, то, что ты влаживал, объезжал свою жену, она постоянно плакала. Ты так поступал, что у нее было плохое духовное состояние. Да-да-да, правильно-правильно. Ты туда влаживал в нем, а потом хочешь свою дурь выбить ремнем? Ты не выбьешь ремнем. Теперь уже на коленочке надо каяться перед Богом, надо исповедовать свое состояние. Может быть, Бог даст милость. По-другому успеха не видать. Поэтому я, вот по примеру Анны, хотел раскрыть. Сейчас, когда воспитывать весьма сложно, да и наказывать, скоро, возможно, совсем не будет такой возможности. Братья и сестры, если у вас есть переживания, то вы постарайтесь это сделать в период беременности. Когда вы узнаете о беременности, да и не надо узнавать о беременности. Вступая в брак, надо уже переживать о своем духовном состоянии. О своем духовном состоянии. Надо всегда держать чистоту и святость, потому что по-другому весьма сложно. И еще на что хотел обратить внимание, это благословение детей в период беременности. Недавно был у нас в церкви такой случай. В семье молодой, пять детей, беременная, шестая беременность. В возрасте примерно шесть месяцев беременности. На компьютер посмотрели на УЗИ и сказали, урод, надо делать заливку, надо убивать. Сестра не согласилась, пришла домой, плачет. Как быть? Муж звонит, просит, брат Сережа, приходите, пожалуйста. Мы не знаем, как быть. Пришел, побеседовал, и они говорят, вот ты к нам пришел, человек Божий. Убивать мы боимся Бога. И родить урод, который не имеет ни рук, ни ног, тоже не хочет. Что нам делать? Вот скажи, ты человек Божий. Что бы посоветовать им? Весьма сложно. Я встал, как между молотком и никовальной. Что же говорить? А они ждут. Ты человек Божий, скажи. Я не готов. Скажу убивать, убьют. Скажу родить, родят. Ну, а как правильно? Или так, или так. Я обмолился Господу. Господи, как мне быть? Понимаю, что меня позвали, я должен что-то говорить. И благодарю Бога, что так Господь дал милость. Я говорю, давайте сходим в Божию поликлинику, посмотрим, что говорит Господь. Ну, читаем послание Якова. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвятеров и пусть помолится, помазавший елеем во имя Господне. И говорю, если вы верите в это, вот единственное, что могу вам посоветовать. Они согласились, сразу согласились на елее помазание и молиться, чтобы Бог исцелил ребенка. Я благороду Бога, что у них, ну, с мира пришли недавно, но у них вера такая, сказал служитель, верят. И совершили елее помазание и просили у Господа, чтобы Господь явил свою милость. Врачи ее звали, с милиции брали, заставляли. Пока не родился, надо убить, потому что потом мы не сможем, мы не имеем права потом. Она сказала, мы совершили елее помазание, предали Богу, мы будем рожать. Ну, и врачи составили протокол, что они ее предупредили, теперь они не несут ответственность и себя подстраховали, а вы, если уж так хотите, ваши проблемы. Наступило время родить. Она пошла в роддом и собрались из патологии, из роддома шесть врачей. Все собрались, которые были на работе, посмотреть, что здесь будет. И вот она родила мальчика. Длинненький, руки, ноги, глаза, уши, нос и даже голос издал. И врач, который ответственный за смену. О, хорошо, если издал голос, значит он здоровый. И все врачи зашевелились. Это что такое? Это же интересно. На УЗИ посмотрели и раз, и два, и три посмотрели, что калека, урод, нельзя было родить, а тут что-то произошло. Никогда в истории не было, чтобы уже в последние месяца и вдруг появились руки и ноги. Нет, это в первые дни должно быть. Ну, и этот говорит, который вел это беременность, говорит, да не веруюсь, они Богу молились. А один нашелся, говорит, что ты говоришь? Богу молились. Если бы Богу молились, родился бы ангелочек, красивый такой, как рисует на картинках, а на него смотри, худой, что это разве, Бог? И вот эти слова ее сразили. Она начала плакать, пришла после роддома домой, плачет. Муж опять звонит, брат Сережа, не знает, что делать. Ну, пришел, она говорит, я же всем сердцем поверила Богу. Почему же так? Почему я осталась осмеянной? И они с меня смеялись. Я говорю, как? Ты осталась осмеянной? Да, и вот они, вот сказал, что если бы была рука Божья, был бы красивый, как ангелочек. Я говорю, подожди, картина еще не дорисована. А что ты уже платишь? Во-первых, врачи тебе говорили, что нет, там нет человека, там кусок мяса? Да. Что говорили врачи, когда тебя вызывали? Быстрее, быстрее надо убить. Так? Так. А то, что он родился и все органы на нем, это разве не рука Божья? Она говорит, да, но он худой. Так, говорю, подожди. Бог оставил это для того, чтобы еще раз показать им свое величие. Мы можем сегодня помолиться Господи. Слава Тебе, Ты дал ему все органы, и он здоровый и умственный. Дай ему и вес. Можем? Она говорит, так же, ему только неделя, а молиться над ребенком будем шесть недель. Говорю, нет. Вот сегодня, как ему неделя, могу его взять на руки, благословить, совершить иллее помазание, а Бог окажет свою силу. Они согласились. И мы совершили иллее помазание над ребенком в неделю. И просили, Господи, Ты уже многое сделал для него. Дай еще одно чудо этим врачам, чтобы этот ребенок набирал вес. И в течение месяца 2 килограмма. Ребенок прибавил 2 килограмма. В тот день родились 5 детей. И вот в течение месяца, ну через месяц, их всех в один день на проверку. И удивительно, этот ребенок набрал вес больше, чем все остальные. А уже на второй месяц этот ребенок перегнал всех остальных. И врачи смотрели, Наташа, а чем ты его корнишь? Она говорит, только грудным молоком. А ты что кушаешь? Она говорит, ну как в селе? Борщ, суп, молоко, чай, картошка, брынза. Ну что есть? Не, ну скажи, может вы имеете какой-то секрет. Уж бывает еще рождаются люди, это, дети, коллеги, там что-то не в порядок. Может быть ваш опыт мы кому-то скажем и ну сделаем доброе дело людям. Она говорит, мы совершили Илее помазание. А это что такое? Ну детский врач. Ну она говорит, вот призвали священнослужителя, исповедание грехов, а потом он благословил Илей и помазал ребенка и просил, Господи, ты дал этому ребенку жизнь и здоровье, дай ему и рост, и вес. А врач говорит, и что это у вас так сильно помогает? Ну она говорит, вот как видите, а в истории ребенка там написано, как там протекала беременность, какие там предупреждения было, как он родился, все там написано. И это было свидетельством, во-первых, для родителей и для церкви, которые молились, и для врачей. Это было великое свидетельство. Я своим сестрам сказал, сделал сестринское собрание, говорю, сестры, сейчас мы живем в тяжелое время. Воздух, который дышим, отравленный. Вода отравленная. Это говорит медицина. Продукты, которые мы кушаем, чаще всего отравленные. Конечно, это на ребенка отрицательно действует в период беременности. Итак, я вам предлагаю, когда вы только услышите о беременности, не ждите, чтобы на компьютере показали урод. Это был один единственный случай. Я не знаю, у всех ли будет такой удачный результат. Ну, а как только вы узнаете о беременности, спешите на исповедание, на очищение души и попросите совершить элея помазания или молитву с возложением рук, как служителю смотрят. Благословите ребенка в утробе, чтобы он вырос здоровым духовно и физически. А если вы хотите еще и посвятить Богу, совершите это еще в утробе. Благодарю Бога наши сестры восприняли и так и продолжают. А вы, сестры, подумайте над этим. Может быть, у вас будет это по сердцу. А если у вас дети уже не рождаются, вы можете это вашим детям, взрослым, может быть, вашим внукам говорить о том, как, в какой опасности мы живем и как избегать этих всех опасностей. Я хочу прочитать еще одно место. Как я уже сказал, что выбор семян в период земледелия и играет великую роль. Это состояние мужчин, отцов до того, как происходит тайна зачатия. Что мы в себе несем? Мы рождаем подобных себе. Если есть чистота, святость, любовь, мир, радость, мы производим подобных себе. Если есть грязные мысли, плотские похоти, нечистота и многое другое отрицательное, братья, вот это и рождается. Вот это и передается. Это внутренняя сторона нашего характера или нашего духовного человека. Медицина говорит, ну, по генам передается. Это духовное состояние, оно передается. Книга Судей, 13 глава, 7-8 стих. Он сказал мне, вот ты зачнешь и родишь сына, и так не пей вина и фитера, и не ешь ничего нечистого, ибо младенец от самого чрева до смерти своей будет на заре Божией. Маной помолился Господу и сказал, Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем. Ангел пришел к матери, к этой женщине пришел и заговорил с ней. Она сказала мужу, и вот муж помолился Господу и говорит, Господи, пусть придет опять к нам человек Божий и научит нас, что нам делать, что нам делать. Там детей не было в этой семье. Муж мог бы сказать, махнуть рукой, сказать, знаешь что, у тебя уже завихрение, тебе уже как воробью снится зерно. А оставь меня в покое. Но он так не думал, он так не говорил. Услышав слово жены, он помолился Господу и попросил, Господи, пусть придет человек от тебя и научит нас, что нам делать. И Бог послал и научил. Значит, переживание не только матери, но переживание и отца. И тогда хороший результат, хороший результат. Братья и сестры, вот это мое переживание. Когда встречаем детей неудачных, ну скажем, как неудачных. Родители верующие, дети не любят церковь, не любят христианскую жизнь, уходят в мир. Кто-то в открытую объявляет, не хочу быть как ты или как ты, ну матери или отцу. Или кто-то хотел бы, плачет, но не может. Хочет быть христианином и не раскается и опять падает и уходит. Почему? У него внутри что-то есть, у него в генах есть та обида, которую мать или отец носили в себе. И когда иной раз мне приходится исследовать, где же корень. Бывают такие духовные проблемы, ну связанные с одержимостью. Пока корень не найдешь, невозможно освободить человека. И так в посте исследуем воспитание, беременность, зачатие. Оказывается, иной раз отец сознается. Отец сознается. Теперь я вижу свое духовное состояние в моем сцене. Теперь я вижу то, что нужно было сделать 25 или 30 лет тому назад. Теперь я вижу. Иной раз спрашивают, а где ты был раньше? Мне. Где ты был раньше? Ну где был? Наверное, рос еще. Когда вам нужно было Библию читать, когда нужно было поститься и молиться и вопросить, Господи, пошли человека от тебя, чтобы он нас научил. Вы этого не сделали. Не обратили внимания на свое духовное состояние. Вы производили семена нечистые. Потом вы своим отношением к жене таким обижали строгостью, не любили, не оказывали должное благорасположение. Жена плакала, часто думала, зачем мне жить, зачем мне еще эту беременность носить, да лучше бы потерять, да лучше бы повеситься или еще что-то. Да, члены церкви иной раз доходят до такого состояния. И в таких условиях происходит тайна зачастия, потом беременность, потом рождаются дети. А дальше уже есть ребенок на руках. Конечно, родители хотят воспитывать, но в генах, внутри, в основании заложено нечистые. Ой, как сложно это выгонять потом. Весьма сложно. Но благодарение Богу для тех, которые каются, для тех, которые исповедуют грехи, даже если это было, даже если это было при исповедании и совершении молитвы с отречением, разрываются эти связи. Эти цепи, которые передаются, это родовое проклятие, которое передается до третьего и четвертого рода, разрывается и Господь освобождает. Но это не так просто. Это не так просто. Мне приходилось беседовать с одним, ну, назовем его христианин. Вырос в христианской семье, ему уже лет сорок. Кается, падает, кается, падает, кается, падает. И этот Федор так сорок лет ни семьи, ничего не имеет. И его родной брат попросил побеседовать с ним. Ну, приехал я, это далеко от нас, побеседовать, искать. И он, он хочет быть верующим. Он не раз каялся. И мы искали, где же причина, почему он падает. Он все исповедовал и до меня со служителями беседовал. Все исповедовал, он ничего не прятал. Ну, остается еще одна сторона. Родовое проклятие. Мать еще живая. Отец уже умер, а мать еще живая. 84 года. Старушка лежит в постели. Я приехал к ним и говорю, вот я побеседовал с вашим сыном. Ищем, где центральный корень падения. Я не нашел. Все, что было в жизни, он уже исповедал. Победы нету. Остается еще одна графа. Родовое проклятие. Она спрашивает, это что такое. Это значит, родители что-то в себе имели и передали ребенку через рождение. И вот он несет это проклятие, он не знает, что несет. Но несет, его держит. Нет ли на вашей совести такого греха? Она сразу заплакала, говорит, я уже много лет как молюсь, Господи, пошли мне кого-нибудь раскрыть то, что было в моей молодости. Я говорю, а у вас прошлый год, год назад было очищение в церкви. Почему вы не раскрыли? Она говорит, ну, братья пришли, демонстративно спросили, как у вас жизнь? Я сказала, хорошо. Библию читайте? Читаю. Молитесь? Молюсь. Ну, слава Богу. Ну, посчитали, что старушке больше ничего и не надо. Ну, помолимся, помолились и ушли. А она говорит, а она меня мучает, она меня давит. 60 лет прошло, как я хожу с этим грузом. И я осознаю, что уже одной ногой в могиле, и может превратиться моя жизнь, и я не уверен в спасении. Во-вторых, я явно вижу, что мой сын страдает из-за меня. И начала старушка говорить, рассказывать. Она говорит, хотя ты для меня как мой сын, но я воспринимаю как служителя Божия, и я буду говорить все так, как было, потому что оно меня мучает. Ну, и исповедала то, что было в ее молодости. Будучи членом церкви, делала то, что ее мучило. Вот 60 лет прошло, потом она многое жертвовала собой. Она такой тяжелый период жизни, издевался над ней муж, и она все это воспринимала как наказание за свой грех. Потом, не буду дальше рассказывать все этой истории, но она имела страдальческую жизнь. И она всю жизнь считала, что я страдаю за мой грех. И теперь уже 84 года, умиротворения нету, уверенности в спасении нету, прощения нету. И она исповедала то, что скрывала всю эту дорогу. Братья и сестры, к чему я так говорю? Я не знаю, никого вас не знает так, чтобы сказать, что я о ком-то что-то знаю. Но я одно знаю, что если есть грех, там удачи не видать. Если есть то, что не исповедано в жизни, обязательно будет грех твой найдет тебя. Раньше или позже найдет. И ой, как больно, если он найдет в детях. Мне кажется, что когда сам человек страдает, как-то более терпимо. Но когда человек видит, что ребенок страдает за меня, это самое тяжелое. Мне приходилось такие истории исследовать, и вижу, как люди рыдают, мучаются, не могут это видеть и терпеть. Теперь страдает ребенок. Лучше бы я страдал, лучше бы я, чтобы остался наказанный, только чтобы не страдал мой ребенок. Братья и сестры, исповедание – это великое дело. Это победа. Исповедание, в исповедании Господь не только прощает. Написано, если исповедуем наши грехи, он был очень верен и праведен. Простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Значит, не только прощение, но и очищение. Итак, я хотел поделиться вот этой мыслью с вами, чтобы предложить вместе помолиться. Предложить вместе помолиться. Дабы дал нам Господь мудрости, дабы Господь научил нас каждого в отдельности, как нам жить, как сохранить свою чистоту. И братьям, и сестрам, сохранить себя в чистоте. Потому что там, где чистота и святость, во-первых, есть надежда на встречу с Господом. Послание к евреям. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Если есть скрытый грех, никто не увидит Господа. Во-первых, наше спасение. Во-вторых, веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой. Если будешь веровать так, как написано в Писании, а если будешь только посещать собрание, я верю, а там есть какая-то грязь, нечистота, тогда есть опасность обмануть себя, обмануть и других вокруг. И есть опасность в детях увидеть себя. Когда дети вырастут, увидеть себя, и это, думаю, что самое страшное мучение посмотреть, как дети мучаются за то, что от меня вот унаследовали это проклятие. Дал бы Господь милость, чтобы мы были внимательны к себе, дабы, если что-то и было, поспешить при жизни, пока время благодатное, поспешить исправить это. Ну, а у кого предстоит еще где-то рождение, мы не знаем, что будут в последующие дни, но возможно будет такое сильное искушение, такое сильное давление, что смогут выживать духовно только те, которые еще от утробы матери, прежде зачатия, а не посвященные Богу. Их будут резать на куски, их будут бить, убивать, но они останутся верными Богу. А те, которые зачатые с каким-то изъяном, а те, которые в период беременности у грудей матери не впитали упования и веру при посвящении Богу, возможно, им будет весьма затрудительно устоять в тех условиях. Поэтому хочу предложить помолиться, чтобы мы с нашей стороны сделали все возможное для того, чтобы мы и наши дети принадлежали Богу. А это значит три периода не упустить выбор семян, приготовление почвы и уход за урожаем. Другими словами, духовное состояние отцов, духовное состояние матерей и третье уже непосредственно, когда ребенок появляется, чтобы воспитывать его с самого-самого начала. Кто любит своего ребенка, написано, тот наказывает его с детства. Не оставляет на потом, потом уже поздно будет, но наказывает и воспитывает его с детства. Да поможет нам в этом Господь. Ему слава за все. Аминь. Кто желает, мои братья и сестры, это исследование людей неверующих, врачей исследовали. Ну, я знаком с одним из них, и вот они мне передали такую информацию, что медицина открыла, что в человеке есть несколько источников сил или энергии. Ну, сила, энергия. И так они расписали, что есть двигательная сила. Человек вот работает физически, двигается. Это одна сила. Другая сила мыслительная. И вот это все эти силы имеют свои отдельные заправочные бачки. Как бы источники. Человек может быть физически устал так сильно, а умственно он может еще поработать. Или наоборот, умственно устал. Кто работал на библейские курсы или педагоги или что. Устал уже не может, но зато может выйти на улицу поработать, покопать там, овощи собирать или еще что-то. И есть творческая сила, когда человек может что-то творить. Это искусство. Играть на инструментах, это рукоделие, что-то делать, вязать, шить, ну, что-то своими руками делать. Поэзии, писать стихи, учить, рассказывать. Это творческая. Есть еще и одна сила или энергия сексуальная. И самое интересное, на что я хотел обратить внимание. Все эти силы отдельно одна от другой действуют. Человек может быть израсходовал три эти силы, а одна осталась неизрасходованной. И на это я хотел обратить внимание. Дети и молодежь вырастают, и в них есть естественно развивается. Раньше это было в 17-18 лет, а потом в 15-16, а сейчас уже в 10-11 лет смотришь сексуально дети достаточно развитые и начинают что-то вытворять. Как их уберечь от этого? Так вот, эти медики доказали, что творческая энергия, когда израсходована, она поглощает и сексуальную. Двигательная энергия не поглощает сексуальную. Вот человек усталый, все, а вы ваших мужей скажете, или вы, братья, себе. Пришел с работы, ой, усталый, не могу, лег спать и лазит к жене. Значит, сексуальная энергия неизрасходована. Или человек умственно работал так много, уже все, он ни на что не способен. Ну, сексуально еще способен. А вот те, которые творчески работают, музыканты, художники, рукодельные, вот поработали сильно, устали и переключаются еще дальше и поглощается сексуальная энергия, и потом они не имеют такой потребности. И если это так, хочу предложить вашим детям в обидательном порядке, найдите им творческую работу. Я посещал некоторые церкви здесь в Германии, и многие задают вопрос, чем занять детей? Дом есть, квартира есть, тепло есть, хозяйства нету. Чем занять детей? Потому что праздность, праздность – это кузница дьявольская. Значит, друзья, постарайтесь им музыкальные инструменты. Это, конечно, дорого купить, а потом их и обучать. Но музыка – это творческая работа, которая сильно оберегает или поглощает ту сексуальную потребность. Ну, рукоделие, поэзия. Постарайтесь в этом развивать своих детей. И еще я хочу рассказать из практики. В тех церквах, где в прошлом с детьми и молодежью были кружки, были артестры, детские хоры, и была такая творческая работа. Сейчас, когда проводим работу по очищению, там мало таких молодежи и взрослых людей, которые поражены духом блуда. Очень мало. Но там, где не было этой музыкальной подготовки, творческой работы не было. Очень много людей, связанных с благословением.